Подводя итог, следует отметить, что получить ранжировку удалось на изначально номинальных переменных, без специального их преобразования, в отличие от ситуации с применением категориального метода главных компонент. А цифровка исходных переменных произошла, на мой взгляд, более естественным путем, чем в категориальном методе главных компонент, поскольку не накладывалось ограничение линейности. И в результате, вполне естественным образом, была получена одна латентная переменная с достаточно высоким процентом объясненной вариации, 67% примерно. В случае катписей, процент объясненный был примерно такой же, однако, этот процент давали 2 или даже 3, там было 2 конкурирующих решения, 2 или даже 3 модели. 2 или 3 модели, в смысле 2-факторная или 3-факторная модель, это более сложное решение, чем 1-факторная модель, которую мы получили в рамках Multi-Coran. Поэтому для данной задачи я вижу большие преимущества именно Multi-Coran перед катписей. Не стоит забывать про технические ограничения Multi-Coran. Коды должны быть целыми, положительными числами. И не следует допускать мало на полных категорий. Впрочем, отсутствие мало на полных категорий – это требование большинства многомерных методов.